Итак, продолжаем работу. В результате нашей работы мне пришла, думаю, что неплохая мысль. Мы сначала, прежде чем накладывать нашу работу на достаточно темную ткань, которую мы выбрали для основы, мы ее посадим на органзу и потом вместе с органзой нанесем на нашу черную ткань. Она у нас останется из черной, просто она у нас будет немножко блестеть. Ничего страшного в этом не будет, так как она будет вся вырезана и будет у нас полностью вся в бридах. И это будет, я считаю, что это лучший вариант для такой работы. Вот, оказывается, такие хорошие мысли могут прийти в течение, во время работы. Итак, накладываем кусок органзы. И вот он, он по размеру листа А4. Ну, то есть он закрывает нашу, всю поверхность нашей схемы. Теперь нам нужно переложить все, что мы с вами вырезали. Сначала вот цветочки с листиками и уже заключительная часть будет. Мы будем прикладывать сюда наше золотое обрамление. Итак, мы сначала отрываем первый лист. Вот так. И, опять же, слегка сначала внимание обращаем на... Здесь вот надо стараться очень аккуратно раскладывать все на органзе и сваривать ее вот только вот по самому здесь вот краю стараться. Вот, потому что, почему здесь нельзя полностью сваривать все на органзе, потому что мы опять будем подкладывать под коричневое и опять же проходить по этим же местам. То есть у нас не очень так может получиться аккуратно, поэтому буквально вот чуть-чуть и все. Раскладываем все. И опять же, будьте внимательны. Главное нам еще, чтобы все красиво уложилось вот здесь вот по краю, так как по краю у нас еще будет... Не забывайте обрамление желтое, поэтому нам надо здесь все приварить к краю. Дальше. Вот это у нас тут прям все отрывается друг за другом. Все соединено. Вот. Наконец-то. Вот эта длинная-длинная деталь, которую нам надо... Ой, аккуратно разложить. Так. Теперь собрать бы это все вместе. Ориентируемся вот по самому краю, где будет проходить желтое обрамление. Нам надо просто уложить так, чтобы наше обрамление не выходило за край. Так. Поэтому мы привариваем прям по самому-самому краю. Я не включаю свет, просто хочу, чтобы вам это все было видно. Когда мы с подсветкой занимаемся, очень сложно показать эту работу. Поэтому я специально не включаю свет. Круто. Чтобы вы видели. Чуточку у меня вот здесь вот не совпадает. буквально чуточку не совпадают съемка буквально чуть-чуть но я надеюсь что так как вот поэтому я и говорила что вырезаете побольше не по краю видите ли не по линии а чуть-чуть отступайте от линии я говорила вам это только вот потому чтобы что в результате вот сварки наши ткани немножко садятся так все и осталось так много сейчас последнюю часть с левой стороны клей и останется центральной центр так вот здесь и варим я очень рада что все таки я решила это делать на прозрачной органзия иначе было бы очень очень сложно на темном работать переводят мелом конечно вот на черные вещи есть еще бумага такая есть жук на желтая переводная бумага на ней можно было конечно еще на детство что мне это еще времени мела не переводной бумаги нет светлой и потом увидите здесь еще чем в чем сложность что ткань которую я выбрала под основу она атласная она очень блестит и на ней я сомневаюсь что даже тот же мел или даже переводная бумага она хорошо закрепилась я думаю что было бы сложно перевести на нее сам рисунок вот вот что мы сделали осталась центральная часть и аккуратненько все сниму а вот еще а листики 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 вот эти остались мы их тоже вот так чуть-чуть приварим по краюшку и центральный лепесток вместе с цветочками бутончиками мы просто укладываем сюда и по краюшку проходим не знаю как у нас получится тут вот полностью все еще обрамление делать вот здесь не знаю возможно это этого делать не надо будет опять же это же все зависит от вас вы смотрите так вот здесь бы наверное вот это необходимо взяли сделали возможно это на схеме даже нет понимаете здесь в чем дело здесь на то на и рукодельная работа да это творческая работа на то она называется творчество вот вы здесь уже сами хозяева и вы делаете так как вы хотите они так как вот у вас где-то тут вот заложены там выкройки или там схемки данные нарисованы вы делаете это сами как считаете нужным вот самое главное мы с вами сделали осталось не так уж сложная работа хотя нет сложная конечно сейчас мы еще бреды с вами будем вырезать вот но освободили основные главное мы сделали мы перенесли наши детали на и так начинаем переносить обрамление на нашу основу мы снимаем обрамление очень аккуратно со всеми прям очень аккуратно не рвем ее а просто так вот снимаем она сможет немножко растянуться вот в этом и сложность и теперь смотрите очень внимательно переносим так основку на нашу работу и начинаем работу вот здесь с центра привариваем раз по центру сюда сверху снизу дальше раскладываем ее вот здесь опять же сверху снизу кругом здесь вот мы не будем ее приваривать мы будем ее приваривать вместе с черной нашей основой так сверху снизу приварили дальше раскладываем опять вверх-вниз вот на сторону приварили привариваем вторую сторону работа очень кропотливая можно даже вот одну точечку ставить здесь очень кропотливая но это стоит вот того потому что в результате мы должны получить очень красивое колье если немножко топорщица можете вот несколько раз вот так точечек поставить ничего страшного вот так соединили и поехали так 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 теперь надо все это выставить наше наше обрамление выставить по схемке внешне чтобы оно как можно идеальнее я говорю как можно то есть это как у вас получится это не всегда получается прям вот тетелька в тетельку но тем не менее мы мы к этому всегда стремимся работаем медленно но аккуратно так так когда что-то у вас не проглядывает вы не знаете куда но вот нашли точку здесь точно она должна быть вы тогда привариваете именно к этой точке а все оставшиеся ой варила называется все оставшиеся вы уже уже но уже потом будет видно как ляжет вот очень хорошо так расправляемся поехали дальше оп отлично оп 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 есть все видно каждое каждую точечку мы видим как она у нас где там что у нас не так когда мы выключаем свет ничего абсолютно видно не будет поэтому вы не переживайте же когда смотрим думаю ой какой урод сколько тут прям неаккуратности это не неаккуратность это просто сама сама подсветка каждую вот тычиночку нашу вот каждую точечку нашего выжигателя она нам фиксирует показывает как будто будет очень красиво я думаю что каждый сможет вот посмотреть здесь и сам делай и так мы закончили небольшую вот так вот при парочку нашей золотой каёночки вокруг колье вот так вот выглядит наша схемка вот так вот она примерно сейчас теперь мы берем нашу такую коричневую темно коричневую ткань кладем его ее на стекло сверху кладем то что мы уже немного приварили и теперь мы просто наша задача просто при приварить все по основанию к основе вот от этой коричневой основе буквально по краю проходим маленькими точечками прям у самого-самого края работаем медленно чтобы получилось очень аккуратно сейчас я вам покажу кусочки потом можно будет это все делать самим вот что у нас получается вот мы приварили часть сейчас я вам покажу прям так как здесь вот давайте сразу же и вторую часть чтобы вы увидели как это все далее сделать после того как вот мы все приварим сейчас с одной стороны видите я пока приварю только с одной стороны с внешней и потом тут же вот мы дошли вот здесь вот до мест где будет у нас чесемочка для колье и мы сразу возьмем и вот по самому этому краю аккуратненько вырезаем полностью вырезаем ткань немножко захватывая немножко захватывая то место которое мы приварили почему я это делаю потому что только тогда получится очень аккуратно и вот эту золотую каемочку мы таким образом уменьшаем и делаем ее более изящной сейчас посмотрите как она у нас будет выглядеть после того как мы ее вот таким образом приварили вот то есть вот эту вот часть где мы приваривали мы ее так вот берем и удаляем видите мы вот с желтой вот этой каемочкой мы здесь вот это все удалили посмотрите как красиво у нас получается как аккуратно вот таким же образом мы привариваем все точечками и удаляем вот эту вот всю внешнюю часть итак мы с вами вырезали верхнюю часть внешнюю у нашего колье таким же образом я вырезала и нижнюю точно так же вот теперь обратите внимание вместе со своим ярким колье я делала колье вот такого цвета оно более бледное оно более в зеленых тонах не использовала я немножко другие ткани значит на цветок использовала атлас и на тычинке тоже атлас в качестве зеленого я взяла вот такой такую ткань это портьерный шелк но он сжатый и видите как интересно получились листики они сами тоже такие вот сжатые то есть как будто бы это натуральная обработка то есть обрабатывать нам уже их внутри вот так не надо можно обработать только вот прожилки начиная с центра листика к его основанию то есть наоборот к основанию к его к его краешкам вот особенно обратить внимание на основание после этого нам надо вырезать все вот эти бреды не обязательно нам смотреть на нашу схему принципе если вы хотите можно посмотреть рядышком положить схему и выжигать по схеме но здесь можно лучше всего не тратить какого-то времени а выжигать так как вам хочется ну на начальном этапе конечно новичкам лучше смотреть схему и сейчас я вам покажу каким образом обрабатываются цветы и листья на примере вот этого цветка и вот этих листьев то есть